о том и сечении пожалуйста меня зовут чехар сано из японии в японии я реализовал такой постоянной мотор который двигает двигается постоянными магнитными распоряженными магнитами это двигает вечно ускоренно без без энергии внешних энергий этот раз дискретный физический мир состоящий из чисел фибоначи можно учитываться по полиномам как это умножая простые числа можно вызывать все числа начиная из сложения один и два повторяя только сражение соседнего числа можно вызывать числа фибоначи в физическом мире расстояние между солнцем и каждой внешне фрактально раздраженной планетой рисуют концентрические круги и подобным образом расстояние между арбитальным электроном и ядром и в атомах в внутренне раздраженных атомах и в внутренне раздраженных молеках рисуют концентрации концентрические круги пропорция числа фибоначи против следующего соседнего числа фибоначи колебающаяся вокруг золотого сечения съедется в золотое сечение так как в начале двадцатого века обнаружено что физический мир дискретен выше изложенное золотое сечение между звездами есть в реальности числа фибоначи физический мир так например расстояние скорость и ускорение зависит от чисел фибоначи потому что дифференциация и расстояние непрерывных реальных величиной то есть дифференция дискретного расстояния то есть скорость есть числа фибоначи тогда как дифференция скорости непрерывных величиной то есть дискретное ускорение есть числа фибоначи чтобы вызывать из простых чисел все натуральные числа употреблено только умножение чтобы вызывать числа фибоначи употреблено только сражение окей 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 да но я исправил мой русский язык извините вычисление всех натуральных чисел в физическом мире употреблены только умножение и изложение поэтому можно вызывать все числа в физическом мире полиномом имеющим только умножение и сражение как вычисление и наоборот можно выучиться понятие выучение здесь означает определение определение информационной науки потому что мой русский язык не хороши поэтому я исправил моя цель это объяснить антиэнтерпийная антиэнтерпийную квантовую ядерную физику на основе магнитного монополия вы произносите монополия или монополия монополия в математике про вероятностные и статистические теории и теории референцирования и интегрирования доказаны быть ошибочной гейдерской теоремой несовершенствования три понятия то есть дискретность физического микро и макро мира рекрусивно сочетаемость гейдерской теоремы и фрактальности в силенной почти все равны энергия энергия То есть работа с самого начала определена как понятие, имеющее направление. Парк каринат в зеркальных позициях на ленте Мёблиуса определит положительную и отрицательную энергию и положительную и отрицательную массу. Обе стороны уравнения неудобновского динамического закона взаимодействия Анатолия Павловича Семенова изложит парк каринат в зеркальных позициях. В нашем физическом модели существует эфирное волокно и эфирная нитка, закручивая эфирное волокно. Из положительной и отрицательной массы в зеркальных координатах рожден магнитный монополий. Причина, по которой магнитный монополий играет очень важную роль, это что эксперимент магнитного монополия, выполненный Шахпароновым, оказалось уметь контролировать все три фундаментального физического количества – массу, ход, времени и пространственные объемы. Ортодоксальная современная квантовая ядерная физика настаивает, что внутри ядра многородные частицы, каждая раздельяющая свою роль, взаимно тянут вне ядра несуществующими силами. Разработка таких многородных частиц и таких многородных сил, существования которых каждая из них невозможна физически объяснить. Диаметр Алина отрицает направление объединенной теории поля, то есть такового взгляда, как единственный макромирный физический закон оставит оба макро- и микромиры. Поклонники ортодоксальной современной квантовой ядерной физики и элементарных частиц совсем не подтвердили одновременное существование ни таких частиц, ни таких сил, и совсем не подтвердили настоящее место, в котором такие частицы и такие силы совместно взаимодействуют. Поклонники ортодоксальной современной квантовой ядерной физики настаивают то же, что внутри ядра так беспорядочно, как они могут не ввести вероятностную теорию в физике, но как они могут объяснить, почему вне ядра орбитальные электроны в оболочках КЛМ, которые двигают, связанные с каждым протоном и нейтроном внутри ядра, очень порядочные, если внутри ядра как беспорядочно. Наша антиэнтерпийная ядерная физика настаивает, что внутри ядра существует только магнитный монополий южного полиса и магнитный монополий северного полиса, которые, тянутой центростремительной силой, построят порядочно единственную структуру ядерного магнитного монополия, имеющего единственную не перерывную скидовую линию. Так называемые сильные действия внутри ядра только в сто раз больше, чем электромагнитная сила, действительно нужно ли вводить заэлектромагнитную силу. Причина, по которой внутри ядерная сила, то есть так называемое силовое действие внутри ядра, только в сто раз больше, чем электромагнитная сила, это что внутри ядра действуют магнитные монополии, а не магнитные диаполии, и что магнитная сила монополия в сто раз больше, чем диаполия. А почему? Я не... Что? Дальше, дальше, дальше. Ну, экран... Окей. Меня... Ничего не видно. Нужно ввести, собственно, внутри ядерные силы, как настаивают поклонники ортодоксальной современной квантово-ядерной физики, и исходя в мастер. На стопе он жил. Да, ты еще раз. Не два. Да, вы быстрее. Сhanу. Хорошо, спасибо большое. наши исправленные исправленные уравнение относительности есть такой такие и между прочим можно подтвердить такие вызывания и иначе говоря если собрем на это это единственное уравнение это равенство которое описывает взаимодействие между эфиром и магнитным монополием объяснить решение 8 что два кварка так называемая кварк называемый кварка в паре внутри ядре когда пытаемся разнимать взаимно тянут более центростремительной силой в пропорциональной длине в это значит скорость увеличивающей приближающейся к с скорости света то есть расстоянию между двумя кварками это равенство объяснить что сыра между кварками подчиняется закону линейной постоянной пружиной то есть сирии резинки они закону обратных квадратов окей так можно еще привести это принцип неопределенности гейзенберга давайте давайте считать что единичное квантовое динамическое взаимодействие произойдет на единичном времени то есть дэта т равно 1 автор использует это равенство позже я окей сокой час あ germany 5 минут назад тебе 10 минут все окей до 30 тыс окей и чтобы отец и дэкок контентом Мне хочется показать вам, да, особенно такие уравнения. Согласно определению энтропии S в современной физике, Дельта S равно Дельта E деленной температурой. Чтобы заниматься энтропией единичного кванта, давайте считать, что единичная энергия, такое уравнение, это Дельта E равно единичная, то есть один, перейдется от стороны действия до стороны противодействия по единичному интервале времени и в законе динамического взаимодействия Ньютона. Поэтому такое уравнение введено. Сыра означает распределение энергии на одной пространственной когнате. Давайте определить температуру, как и когда абсолютная величина F2 больше чем F1, это так, энтропия отрицательная, негативная. И когда F2 меньше чем F1, энтропия поражительна. И когда F2 и F1 равны, энтропия ноль. Выводы, выводы, выводы. Есть, есть и нет. С этим уже сложно. Нет, нет. Ты говори выводы, потому что формулы нет чумов. Формулы нет чумов. Формулы не стали, если не писать. Они все равно не думают плохо видеть, но они все понимают. Формулы нет. Продолжаем. 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 Спасибо, наверное, вопросов нет. Тут трудно вас сразу понять, в том смысле, что перевод и текст достаточно сложно понимаем. Но я понял, что внутри ядра действует мебельсовский механизм. А когда выходит во внешнюю среду, возникает дипольный механизм. Внутри мнофольный механизм, внутри во внешней среде. Внутри и вне тоже. Все, 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 все. А, и вовне тоже монофольный, да? Имеет структуру, структуру мебельсов. Извините. Ну, говорите тогда, Дус. Вы, может быть, передадите. Шаг дискретности как меняется, в каком диапазоне? Шаг дискретности. Дискретный мир физический. Дискретный мир. Шаг дискретный. В каком диапазоне деление мира? Вот, будем говорить, самая мелкая часть кванта. Да, да, да. Какая? Вот вопрос. Это относится к принципу неопределенности Гейзенберга, да? И который относится к величине постоянной панка. И это постоянная, 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 постоянная вселенная. Это что я означаю? Я отвечу вашему вопросу или нет? Окей, позже я объясню. Объясню детально. Спасибо. 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 Спасибо.